Ситуация на глобальном калийном рынке еще очень далека от разрешения. Гордиев узел отношений между Уралкалием и Беларуськалием руководство российской компании разрубило еще в середине лета. Однако это решение породило целую серию проблем, одна запутаннее другой. В минувшие выходные ряд источников сообщил, что основной владелец Уралкалия Сулейман Керимов продал свою часть компании неназванному банкиру из Санкт-Петербурга. После этой информации была опровергнута руководством основного актива Керимова компанией «Нафтомосква». При этом на слухах о возможной судьбе крупного портфеля бумаг котировки Уралкалия на московской бирже выросли к середине торгового дня на 7%. При этом определенности в этом вопросе до сих пор нет. Можно лишь рассуждать, как будет развиваться ситуация и кто в ней окажется при деньгах, а кто с Уралкалием. Примечательно, что по информации ряда источников, все последнее время структуры Сулеймана Керимова не сидели сложа руки. Они скупали акции Уралкалия с рынка. С начала конфликта с Беларусь-калием Керимов увеличил свою долю на 4,5% до без малого 22%. Также в его активе доля в части акций Уралкалия, принадлежащих компании Вэйдж Холдинг Лимитед. Однако они находятся в залоге у китайского фонда Change Dong Investment Corporation. И поднебесный кредитор вправе до 2014 года забрать их себе в счет облигационного долга. По информации ряда зарубежных инвестиционных банков, сделка уже могла состояться. Но почему Сулейман Керимов и компания, а точнее он один, решил скупать калийные бумаги с рынка, вместо того, чтобы освободить куда большую их часть из-под залога? Вероятнее всего, долг Вэйдж Холдингс перед китайскими кредиторами существенно больше текущей стоимости заложенного пакета. А если выкуп бумаг с рынка происходил после обвала котировок Уралкалия, Сулейман Керимов мог сэкономить до 130 миллионов долларов, предположил коммерсант. Сегодня стоимость пакета Керимова в Уралкалии оценивается в районе 3-3,25 миллиардов долларов. Одним лотом этот объем можно продать за 4 миллиарда долларов, считают аналитики. Это значит с премии к рынку в 25, а то и 30 процентов. В числе претендентов на долю Керимова Forbes называется владельца АФК-системы Владимира Евтушенкова. Закидывал удочки на калийный рынок и основатель Руснефти Михаил Гуцереев. Под банкиром из северной столицы издание предполагает главу госстроя Владимира Когана, некогда владельца питерского промышленно-строительного банка. Причины продажи пакета Уралкалия разные. Первое – экономическое. Заработать на подешевевшем активе и выйти из него практически без потерь. Как это сделали незадолго до начала конфликта Зелимхан, Муцоев и Александр Несис. Бизнесмены с начала лета реализовали 6,4 и 5 с небольшим процентом бумаг Уралкалия соответственно. Но на текущих владельцев калийной компании давит не только рынок. Белорусские власти арестовали главу Уралкалия Владислава Бамгентнера и объявили в международный розыск его владельцев, в том числе и Керимова. Сложно вести глобальную бизнес-игру, когда тебя могут арестовать в 193 странах. Разрешение конфликта требуют и международные инвесторы. С середины лета мировая калийная отрасль потеряла 20 миллиардов долларов капитализации. Дуаполе на рынке распалось, но на самом деле игроков стало всего на один больше. А значит, остается шанс организовать олигопольный раздел рынка и попытаться удержать цену удобрений в районе 400 долларов за тонну. Это приемлемый уровень для инвестиций в отрасль. Вот только при текущих владельцах Уралкалия сделать это будет непросто, обеспокоены эксперты. Видимо, проще выкупить долю Керимова с премией, чем пытаться уговорить его и бывших белорусских партнеров сойти с тропы войны. Сергей Батищев, Вести. Продолжение следует...